Наша встреча проходит в районе Замоскворечья, недалеко от Обчинниковской набережной водоотворного канала, рядом с Москвой рекой, недалеко от Кремля, около 500 метров, если по прямой, может чуть побольше, от 500 метров до километра. Ну вот, и здесь как раз от дома номер 10 по Обчинниковской набережной и до Пятницкой улицы проходит вот этот вот большой Обчинниковский переулок, то есть он тупиковый для автомобильного транспорта. На прошлой встрече я говорил, что тупиковый с двух сторон, причем большой Николай Песковский переулок, а тут, соответственно, вот еще следующий Обчинниковский переулок тоже тупиковый. Но, правда, с одной стороны, с Пятницкой въезд машин есть, а вот дальше, соответственно, все упирается в дом номер 10 по Обчинниковской набережной. А пешеходам проще, они по ступенькам поднимаются, и идут вдоль этого дома, еще соседнего дома, и, собственно, вот набережная совсем рядом. Но машины, ну, никак не поют, потому что там перепад высоты идет, и лестница поют, никак на лестницу не въедешь на машину. Ну вот, поэтому тут тупик. Ну, а пешеходам, конечно, проще, да. Тут у нас преимущество. Длина этой улицы около 500 метров, двух сторон не вернет мобильного транспорта. И интересно, что нумерация этого переулка начинается с здания номер 10. Вот так. То есть ни первого, ни второго дома, ни третьего, ни пятого, ни столько, начиная с десятого. Ну, понятно, что, скорее всего, были когда-то раньше дома. Может быть, этот переулок доходил непосредственно там, проезжая часть была в Обчинниковской набережной. Ну, и были там какие-то старые здания, и их, очевидно, со временем снесли. Ну, а, собственно, назван был перевод в 18 веке по дворцовой Обчинной слободе Конюшиного двора. И здесь жили обчинники, или еще их назывались корняки, которые выделали обчину. Ну, полушуб. Обчину, а потом мы изготовляли из них полушубки. Ну, холодно же у нас, да, холодный климат. И многие тогда в полушубках ходили. Сейчас как в Днепре полушубках ходили. Сейчас в Плуховиках, на всех угонах куртках разных, да? Ну, в плащах, во всех ветровках. Ну, а тогда вот в полушубках, особенно зимой, ходили. И в этой слободе еще Влад Церковь Михаила Архангела. Центрально она сохранила в Среднем Обчинникуской приулке. Вот, там можно посмотреть. Центр этой слободы был. Ну, в 18 веку она прекратила свое существование. Слобода была в 16-17 веках здесь. Вот, и по ней как раз он получил название переулок. Примерно в 18 веке. Ну, и потом здесь, в том числе, селись купцы. Ну, купцы и мещане. Вот. Значит, ну, пойдем в переулку сначала до конца. С левой стороны у нас будет офисное здание. Вроде как, почему-то на многих картах написано, что там находится институт земельных отношений. Ну, я подтверждения этого не нашел. Вот. Двухэтажное здание. До советской постройки под номером 11. Слева, да. Ну, по-моему, там просто разные офисы. И сервисная организация. А, соответственно, напротив него находится 9-этажевый дом под номером 10. Начало строить в 11-м году. Ну, а полностью уже был достроен. Ну, то есть, настраивался постепенно. И в 1557 году. Вот так. Современный вид он приобрел в 1557 году. Затем за ним идет 3-этаж. Живой дом под номером 12. В 1330-го года построить. Там, интересно, маленькие балкончики. Вот. И довольно широкие окна. Окна широкие, а балкончики миниатюрные. Интересно. Такой контраст, да? Обратите внимание. Вот. Затем справа у нас идет пешеходная зона, называемая Обчинники. Дальше оттуда идет до среднего Обчинниковского. Можно выйти на Обчинниковскую набережную. Ну, а с левой стороны Большая Татарская улица. Она автомобильная. Вот. Дальше. С левой стороны, после того, как Большая Татарская отходит, идет 4-этажный жилой дом, наверное, 17. Конца 18-начала 20-х веков. Ну, то есть, он постоянно перестраивался. Вот. Начало 20-х веков. Интересно, что в нем находится музей радиотеатра. Это считается как филиал театрального музея имени Бахрушина, который находится на улице Бахрушина. Но вот с посещением этого музея я бы предупредил, что просто так туда не попадешь, значит, попасть туда можно только по телефону, по предварительной записи, по договоренной. Так-то вроде музей почти время работает, кроме воскресенья и понедельника, да? Но попасть туда так просто не получится. То есть, надо договариваться. Или в составе экскурсии, или индивидуальное посещение. Может, подороже будет. Не знаю. Насчет денег, это надо договаривать. Вот. И тогда уже можно будет предварительно договорившись и его уже посетить. За ним находится медицинский центр. И дальше тоже слева заходит пятницкий перевод. Ну, а, соответственно, с правой стороны у нас находится пивной бар. Там, по номеру 18 строение 2, двухэтажный. И дальше мансард уже современный, да? Вот. И открытая терраса, в том числе пивного бара. Вот. Тоже, ну, летом там выставляют здание. Вот. И дальше еще офисное здание по номеру 18 строение 1. Тоже двухэтажное, восемнадцатого века. А также еще четырехэтажное офисное здание. Ну, это уже наводил такой. Четырехэтажное, еще с мансардой по номеру 18 строение 4. А вот за этими всякими офисами и пивбаром находится большой такой, очень непривычный центр здания. Торговый деловой центр «Аркадия» с кинотеатром 5 звезд. Вот. И у него сам «Атака». Вот. Я говорю, это трехэтажное здание было по номеру 16, был построен в 2005 году. Вот. Это очень необычно. Ну, вроде как трехэтажный, небольшой, но он такой, ну, в смысле, невысокий, да? Но он такой довольно большой. Там что-то большая подземная парковка есть. И, конечно, необычно. Лепили они в таких старых зданиях, люк такую. Ну, не монстр, конечно, но необычный. Ну, современный. Дальше с левой стороны идет рынок Пятницкий, который чистится по Пятницкому перелуху, который, как я сказал, подходит слева. А с правой стороны идет четырехэтажный жилой. И дальше здесь слева все дальше объекты, все дома, они идут по Пятницкой улице. Потому что она вот тут неподалеку проходит, и, собственно, как раз на нее и выводят эту улицу. А вот с правой стороны тут уже, да, тут еще есть вот четырехэтажный жилой дом, по-другому, 20, 2008 года постройки. Это жилой комплекс «Мечта москвича» называется. Ну, это, наверное, немножко подразнить, да? Или с иронией сказано, не знаю. Ну, многие, конечно, иронизируют по этому поводу. Но дело в том, что здесь довольно шумное место, потому что рядом и метро. С одной стороны, да, это престижный. Действительно, дом, там, конечно, планировка, новый дом, и все это круто. Квартира, конечно, все. Действительно, можно сказать, как мечта. Да, вот рядом метро, все в центр города. Но, с другой стороны, опять же, народу полно, все ходят. То есть, вот, например, там, шумцы, века. Ну, и, конечно, цена. Самая дешевая квартира стоит вот 44 миллионов рублей. Так что, мечта очень дорогая. Я думаю, для многих она просто недоступна абсолютно. При всем желании. Никогда. Ну, можно задаться целью. Хотя, с другой стороны, мечтать не вредно. Поэтому, так сказать, помечтать можно. Постоять, посмотреть. А вот бы жить бы у меня в таком доме. Но я бы, вообще-то, не хотел. Слишком шумно. Ну, вот. И далее у нас идет, так сказать, два офисных здания, шестиэтарный дом. Ну, в отличие от этой мечты москвича, который недавно построен, он около 1900 года построен, то есть, ему больше 100 лет. А так это был доходный дом тогда еще. Он чисто по номеру 24, строение 1. Ну, и дальше там в глубине еще идет нескольких офисов разбросано. Представительство Ростовской области в Москве. Два пятиэтажных жилого дома. И трехэтажный жилой дом. Все они имеют номер 26 и отличаются только номером строения. И все они построены где-то в конце 19 века. Ну, там 1880-е, 1770-е годы. Вот. Ну, думаю, этот переулок, в общем, представит определенный интерес для многих из нас. И дольше всего до него доехать от метро на Кузнецкое. И дальше, совсем рядом, буквально пройти, до метро на Кузнецкое выйти. Сразу Пятницкая улица. А за метро, вот за этим вестибюлем метро находится, соответственно, Пятницкий переулок. И вот прям весь переулок пройти, и мы тоже попадаем, соответственно, в этот большой общинниковский переулок. Кстати, там же можно сразу зайти в этот вот центр Аркадия, в Санер Самоатарк. Многие туда прямо идут напрямую. И там же кинотеатр находится. Ну, приятная прогулка, ну, отлично будет.